Приветствуем всех от лица нашей настойчивой, решительной, изобретательной и оптимистичной команды. 19 октября 2024 года, суббота, очень коротенький эфир. Не дождавшись ответа от официальных властей о происхождении таинственной печати, команда выпустила на этой неделе дополнительно подробный ролик о том, как был совершен служебный подлог с паспортами советских людей. Мы настойчиво озвучиваем одну и ту же тему с апреля 2023 года. Мы добавляем новые неопровожимые доказательства, но уголовных дел нет. Это означает только одно. Рим предателям не платит. Все сотрудники паспортно-визовой службы РФ и России являются всего лишь расходным материалом системы, грязными руками, и будут постепенно выбывать из игры по одному и тому же сценарию, при странных обстоятельствах, как это произошло 18 октября, с генералом-полковником милиции Константином Олеговичем Рамадановским, которому и следовало отвечать на все наши вопросы. Он закончил высшую школу КГБ СССР, присягал советскому народу, но получил гражданство Израиля, работал в ФСК России, ФСБ России, МВД России. С 20 июня 2005 года по апрель 2016 был директором Федеральной миграционной службы Российской Федерации, одновременно начальником Главного управления по вопросам миграции МВД России. Именно это управление регистрировало в жилищах советских людей дублирующие записи физических лиц из России. Заверяя записи задним числом, регистрируя обмен ценных бумаг Советского Союза на корпоративные акции и юрисдикции, совершившие государственный переворот. С 2016 года до дня кончины Константин Олегович был помощником полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Именно этот округ объединяет области РСФСР, которые наиболее бесправны по условиям федеративного договора. Будучи в светлом уме и трезвой памяти, в собственном доме на 1967 году жизни гражданин Израиля споткнулся на лестнице и сломал шею. Как видите, преждевременно ушедший генерал-полковник милиции предпочел в полицию не вступать, присягу на шельфе не приносить и не регистрироваться. Прожил жизнь со всеми советскими льготами и душеприказал золотой приватизационный парашют СССР своей семье. Мы собрали сведения о работе милиции в юрисдикции Российской Федерации. Существование милиции доказывают уставы всех населенных пунктов. Мы направили собранный материал в милицейское братство имени Щелокова. Благодарны за сотрудничество и за созданный ролик. Также рекомендуем его к просмотру. Надеемся на восстановление народной милиции в полной мере. Всем добра, до следующих эфиров. Субтитры создавал DimaTorzok